Валерий Седов Около 700 спортсменов со всей страны собрал пятый лыжный марафон «Экопарк Скай», который прошел в эти выходные. Бежали две дистанции 25 и 50 км соответственно. И судя по кадрам с масс-старта, прошел он весьма эпично. Такое количество участников для Рязани в первый раз. Если иметь в виду официальное спортивное мероприятие. Для участия в марафоне заявились 700 человек. География охватила всю страну. Участники из Московской, Тульской, Владимирской областей, из Челябинска, Мурманска, Архангельска и Кемерово, из Свердловской области и Санкт-Петербурга. Учитывая абсолютно бесснежную зиму, принять такое количество участников в этом сезоне может себе позволить далеко не каждый регион. Трассу готовили с ноября. Снег натуральный, снег искусственный. Много техники и грамотный подход к формированию подушки. Как результат, на Рязанской биатлонке снег есть и трасса готова к соревнованиям. Среди заявленных участников почти два десятка спортсменов старше 70 лет. Я с 40-го года. Сейчас 50 километров пробегут два моих товарища. Один 41-го года, другой 43-го. И не 25, как я, а 50. Первым в абсолютном зачете на дистанции 50 километров, как и в прошлом году, стал рязанский спортсмен Андрей Олипкин. Его тайминг – 1 час 49 минут 26 секунд. Второй финишер отстал от лидера на 2,5 минуты. Хороший кат был, хорошая трасса, поэтому я решил с самого начала проработаться, сделать хороший задел. Ребята держались, но получилось так, что чувствую, что начинаю уходить и поддержал это. Немножко еще ускорился и тянул, держал темп. Это борьба с самим собой. Ну, ничего, я настрелился вроде как на работу, хорошую тренировку сделать. В родных стенах на рязанской земле получилось показать, насколько Рязань подготовлена. Действительно, Рязань оказалась подготовлена. Несмотря на абсолютно неблагоприятные погодные условия, марафон состоялся и, судя по откликам участников, в следующем году количество марафонцев только вырастет. Сводный отряд рязанских полицейских прибыл из служебной командировки на Северном Кавказе. За полгода, проведенных в другом регионе, рязанцы в полном объеме выполнили задачи по охране порядка и общественной безопасности. На торжественном построении начальника МВД России по Рязанской области Владимир Алай отдельно поблагодарил сотрудников за их профессионализм, образцовую службу, слаженность действий, успешное выполнение поставленных задач. По итогам командировки, сводный отряд рязанской полиции получил много положительных отзывов. Я постоянно был на связи и с руководителем ПАСКО, и с руководителями временной оперативной группировки. Только положительные отзывы о вас. Хочу особо поблагодарить ваших близких, пап, мам, жен, детей, которые нетерпением ждали вас на родине, дома, дождались. О новой схеме мошенничества рассказали специалисты Центробанка. Аферисты, представляясь специалистами отдела кадров различных компаний, рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями, высокой оплаты труда, неполным рабочим днем и легкими задачами. А затем приступают к обработке клиента. Чаще всего своих жертв интернет-мошенники ищут на порталах трудового рекрутинга. Именно там они черпают обратные данные и по электронке или через смс начинают обрабатывать соискателя вакансий. Дескать, и график небе лежащего, и денег отвалим с гору. Дальше уже все как всегда. Кстати, нередко это бывает предложение работы с маркетплейсами, площадками для продажи товаров и услуг через интернет. Для уточнения деталей человеку предлагают перейти в чат, где с потенциальной жертвой начинают переписку якобы менеджеры по подбору персонала. Они могут запросить у клиента данные банковской карты, номер мобильного телефона. Также человеку просят сделать вступительный взнос, как будто для регистрации и активации аккаунта. Но на самом деле эти деньги оседают в карманах мошенников. А данные банковской карты и номера телефона злоумышленники могут использовать для попытки взлома личного кабинета на сайте банка или кражи средств со счета. Предложение с гарантированным трудоустройством сегодня в топе самых рабочих схем мошенников. Но главное здесь попытка выманить деньги. Когда потенциальный работодатель начинает с вас требовать любые хотя бы незначительные суммы, уже повод для сомнений. И первый звоночек к опустошению вашего счета. В этом году погода преподносит сюрпризы далеко неприятные. Если в больших городах это гололед, в сельском хозяйстве отсутствие снега, то в некоторых деревнях оттепили угроза быть отрезанными от всего мира. Один из таких случаев в Сапожковском районе привлек внимание областной прокуратуры. В ходе мониторинга сети интернет прокуратуры Сапожковского района в официальных сетях обнаружена информация о том, что жители деревни Дмитриевка Сапожковского района Рязанской области остались без снабжения едой из-за подтопления моста. По этому факту сразу организовали проверку. В ходе выездной проверки установили, что главой Морозово-Барковского сельского поселения Сапожковского района осуществлена расчистка пути, проходящего через поле и лес, для обеспечения возможности проезда в деревню Дмитриевка протяженностью 28 километров. Время в пути от Морозовых Борок Сапожковского района до Дмитриевки по расчищенному пути составляет 47 минут. А раньше путь через подтопленный мост составлял 8 минут. Установлено, что иных дорог, состоящих на балансе муниципальных образований и региональных организаций в деревню Дмитриевка, кроме как через затопленный мост, не имеется. Однако нарушений со стороны органов и организаций, в том числе по очистке дорог от снега и ледяных образований, прокуроры не выявили. Кроме того, удалось узнать, что глава Морозово-Барковского сельского поселения осуществляет постоянное взаимодействие, направленное на обеспечение жителей деревни товарами первой необходимости. К настоящему времени прокуратура осуществляет координацию действий всех служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Дмитриевке. В том числе осуществлен контроль за ходом проведения работ по расчистке подтопленного моста от ледяных образований. В настоящий момент работы окончены. Ожидается спад уровня воды на этом участке. Партнер программы «День города» – это выставка свежей рыбы и икры. Самые вкусные, а главное – свежие деликатесы ждут вас на первом этаже торгового центра «Премьер». Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки! Чавыча, красная икра, белорыбеца – все от производителя! С 30 января по 4 февраля ТЦ «Премьер». В выставочном зале «Артрум» открылся ежегодный проект – персональные выставки студентов Рязанского художественного училища. В новом году в общей экспозиции рекордное количество участников – 35 молодых и талантливых авторов, которые обучаются на втором-четвертом курсах художественного училища в специальности живопись и дизайн. Эта картина – композиция на тему семьи. Здесь мама художницы, ее домашние животные и она сама. Вот, сидит за компьютером. Картина называется «Портрет в комнате». Идея зародилась еще летом, поскольку многие наши композиции в рамках нашего учебного процесса выглядят достаточно фрагментарными, ну, можно назвать их коллажными, мне бы захотелось сделать что-то околореалистичное. Поэтому еще с лета я начала собирать материал, делать зарисовки. Для Татьяны Семеновой это уже третья персональная выставка. На этой – восемь ее работ. Но нельзя сказать, что они затерялись в общем потоке. Всего в выставочном зале «Артрум» представлено больше 350 произведений. Это и живописи, и графика, станковая композиция, и дизайн. В этом году это первые персональные выставки студентов Рязанского художественного училища имени Вагнера. В этом году рекордное количество участников – 35 человек. Преподаватели стараются, дав профессию, дав академическое образование, не задавить индивидуальность. Это очень важно. Не задавить. Потому что самое ценное в творчестве – это личность художника, личность дизайнера. Мы стараемся это подчеркнуть в нашей работе. И индивидуальность эта чувствуется. От зала к залу, от работе к работе. Достаточно ступить шаг, и уже красивые пейзажи сменяют графические эскизы после портреты. Все выставочные экземпляры чередуют привычные академические техники с современными. Именно эта атмосфера творчества, свободы и возможности творить, которые созданы сегодня в училище, она и позволяет вам раскрываться. Позволяет этому бутону, таланта вашего неординарности продемонстрировать всем нам. Показать свое искусство, участвуя в конкурсах, фестивалях. И в дальнейшем, безусловно, это все поможет вам реализоваться еще на больших высотах вашей творческой карьеры. Увидеть работы студентов разных курсов Рязанского художественного училища можно в Артруме на улице Стройкова, дом 90. Выставка будет работать до 15 февраля. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания, город. Геральдическая выставка – явление нечастое, но очень любопытное. В Рязанской епархиальной библиотеке открыли экспозицию христианские символы на рязанских гербах, где подробно рассказали о смысле этих деталей. Это герб полянского сельского поселения Скопинского района. В самом его центре изображен посох, и сделано это не случайно. В память о настоящем артефакте героя Куликовской битвы, инока Пересвета. Сейчас сам посох хранится в местном Дмитриевском монастыре. Или вот герб Александра Невского. Естественно, здесь изображен шлем самого князя. На самом деле, христианские символы на гербах муниципалитетов практически повсеместно, говорит организатор выставки Михаил Шелковенко. Главный христианский символ – это крест. Он имеет много самых разновидностей. Он самый древний символ вообще, который помещался на гербы примерно с XII века. И герб ведь – это изобразительное имя того, кто его носит. И это имя должно быть кратким, запоминаемым. И в нем должно быть самое-самое главное, что отличает этот род, например, а в данном случае это муниципалитет, от других муниципалитетов. То есть он должен быть особенным. Михаил Шелковенко – тот самый человек, благодаря которому больше 280 муниципалитетов в Рязанской области имеют свой собственный герб. На выставке «Христианские символы на рязанских кербах» представлено 44 наиболее характерных знака. На их примере можно увидеть отличительные особенности каждого муниципалитета. Глядя на выставку, вот если вглядеться, всмотреться в эти, казалось бы, ну простой рисунок, ну что там на красном фоне крест, что это может обозначать. Ну надо знать символы. И нам, как православным христианам, безусловно, надо знать символику того, что это изображение несет. Создание герба – подход творческий. Здесь нужно знать историю места. Плюс изображение не должно быть перегружено деталями. Главное правило, говорит Михаил Шелковенко, минимум деталей и максимум содержания. Оттого и можно часами изучать всю выставочную символику и постоянно находить в ней новые смыслы. Сама же экспозиция расположена в епархиальной библиотеке и продлится до 26 февраля. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» вновь приехала в Рязань. Она работает рядом с центральным входом торгового центра «Премьер» с 30 января по 4 февраля. Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную, а главное – полезную продукцию. Дары Камчатки снова в Рязани. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская», расположенная у торгового центра «Премьер», вновь готова радовать рязанцев вкусными деликатесами. Чавыча, палтус, нерка, омуль, белорыбица. Более 35 видов рыбы, холодного и горячего копчения, а также слабого посола. Как говорят сами покупатели, в магазинах такого ассортимента рыбы сегодня нет, да и свежестью та отличается от этой. В общем, мобильную ярмарку рязанцы всегда ждут с нетерпением. По телевизору видела икру, и решила купить красное чавычу в филе хочу взять и икру. Очень вкусные, хорошие, свежайшие. Я советую всем купить. Я брала белорыбицу, палтус и чавычу. Большим спросом пользуется и красная икра. Даже человек, который ничего не знает о рыбе, но любит этот деликатес, замечал, что выглядеть икра может по-разному. Отличается по цвету, диаметру икринок и немного по вкусу. На выставке продажи икра и рыба камчатская – продукт высшего сорта. Его незабываемый и насыщенный вкус ценится среди гурманов. Я белорыбицу купила. Я первый раз. Покупаю первый раз здесь. Наверное, приду немножко еще куплю. Океаническую, морскую. Впервые попробовать или приобрести уже понравившиеся рыбные деликатесы можно у торгового центра «Премьер» до 4 февраля включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова